МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лилия Леонидова. Здравствуйте. Приветствую вас. Напоминаю, у нас работает голосование. Сегодня оно звучит так. Кто виновен в пожаре в детском лагере «Виктория»? Три варианта ответа на ваших экранах. Мэрия, пожарные и строители. Вам, Лилия, этот вопрос адресуем. Наверное, это все-таки комплекс, да, виноват? Комплекс, да. Я тоже не считаю, что здесь кто-то виноват. Или мэрия, или пожарные, или строители. В большей степени кто-то, возможно, должен в любом случае нести ответственность. Дело не даже нести ответственность. Мне очень хочется, чтобы объективно нести ответственность, да, а не найти там каких-то стрелочных. Понятно. А у вас сейчас есть такие подозрения, ощущения, что переведут стрелки, и кто-то не до конца, или не главный виновник, или не главное руководящее звено понесет ответственность, а кто-то промежуточный. Ну, смотрите, давайте проанализируем, что происходит на сегодняшний день, да. Объявлено там какое-то подозрение директору этого комплекса. Я согласна, что он несет, конечно, долю ответственности. Но, тем не менее, я также думаю, что он докладывал ситуацию наверх, и почему там не были приняты решения. Вы знаете, вот у меня опять же один и тот же вопрос. Почему опять скрывают информацию? Почему до сих пор неоприлюднена информация? Проекта, экспертизы и так далее. Эта тенденция началась не сегодня, я вам вот так скажу. Давайте мы послушаем нашего корреспондента. У нас на телефонной связи Дарья Сметанко. Будем говорить о приговоре директору лагеря Виктория. Даша, тебе слово. Здравствуйте, студия. Суд выбрал меру пресечения для директора лагеря Петра Саркисяна. Это содержание под стражей на 60 суток. То есть суд полностью удовлетворил ходатайство следователя и прокурора. Саркисян должен был выполнить предпретание сотрудника ГСЧС, составить договору с фирмой по обслуживанию пульта пожарной сигнализации, установить пожарные гидранты, огнетушители, а также обработать два деревянных корпуса лагеря противопожарной пропиткой. Саркисян этого не выполнил. Поэтому выбрали такую меру пресечения. Я напомню, что адвокаты просили залог в 300 тысяч гривен или домашний арест. Они связаны с проблемой с сердцем у подозреваемого, а также необоснованностью самого обвинения. Якобы директор не имел никакого отношения к пожару. Причиной могла стать некачественно выполненные строительные работы или использование запрещенных электроприборов в комнатах. И напомню, что сам же Саркисян заявил о том, что он отправлял эти предписания в департамент образования горсовета. Но те говорили о том, что эти домики не на балансе города. Поэтому они не могли выделить бюджетные средства для того, чтобы заключить договоры с фирмами по обслуживанию самой же сигнализации. И сейчас также идет суд по избранию меры пресечения воспитательницы, которая отвечала за противопожарную безопасность в лагере. Спасибо, Даша. Будем сейчас подробно разбирать всю эту информацию. Дарья Смытанко, наш корреспондент, говорили о приговоре директору лагеря. Пока это 60 суток содержания под стражей. Лилия, ну вот, во-первых, приговор. Во-вторых, похоже, это то, о чем вы говорили, об объективных людях, которые должны нести объективную ответственность. Я надеюсь, что дальше будет все-таки работать следственная группа, и все-таки та выемка документов, которая на сегодняшний день произошла, она покажет и на этапе строительства, и на этапе эксплуатации, и на этапе всех подписанных договоров по поводу продления, непродления, и кто этим должен заниматься. Директор лагеря – это тот человек, который сразу должен был быть ответственным? Естественно, директор лагеря должен быть системно, трезвонить и говорить о том, что проблема, проблема у нас там, да, полк похитил кого-то. Но, опять же, об этом знали, явно знали. У меня, знаете, вот я скажу, я, когда была там ночью, я абсолютно четко для себя приняла решение не делать вообще никаких заявлений публичных, вообще ни о чем не говорить. Я видела ту ситуацию, видела, в каком состоянии были и руководители департамента, и зам мэра по гуманитарным вопросам, были некоторые депутаты. Я действительно думаю, ну, блин, ну, но в тот момент, когда я наутро услышала о том, что у нас все хорошо, вот здесь, знаете, я не смогла… Что конкретно все хорошо? Вы сейчас можете услышать. Ну, вот смотрите, я была там, и пожарные, обычные, да, не глава ГНЧС там, не… Обычные пожарные говорили, нет воды в гидранте, нет. Ну, там был слабый напор, она была. Не было там воды, ее было недостаточно. На треть. Опять же, что бы хватило? Опять же, уже там родители и соседи по коттеджам говорили, что срабатывала эта сигнализация, срабатывала. Почему не пригласили? Она срабатывала до того, как произошел пожар, регулярно пробивала, и есть информация, что отключали сигнализацию, что дети могли спокойно спать. Но опять же, дома не обработаны, я думаю, что это следствие выяснит, потому что это видно невооруженным взглядом. Я тоже там взяла себе кусочек, я женщина, я не понимаю, но я понимаю, что достаточно плинтуса внутри, то есть внутренние вообще поверхности не были обработаны, только наружные. Ну, это все... То есть, и тут есть заявление официальное, что у нас другая информация, все было хорошо, гидрантами было хорошо, не было давления, мы потом срочно его подали. Пожарная сигнализация, да, у нас самая хорошая сигнализация установлена, никто с этим не спорит, почему она не работала. То есть, вот это меня, как бы, знаете... По-вашему, это перевод стрелок, да? Сейчас готовят, чтобы... Мне кажется, мне не хотелось бы об этом думать. Я все-таки надеюсь, что есть все-таки, и Геннадий Леонидович здраво понимает, что есть ответственные, кроме директора школы. И мы сегодня об этом заявили с коллегами на аппаратном, обратились к президенту нашей страны, о том, чтобы они сделали комиссию на уровне премьер-министра, потому что для того, чтобы объективно было следствие, именно объективно. Мы попросили отстранить от должности вице-мэров, которые причастны к этому, для того, чтобы, опять же, не было манипуляций с документами, подтасовками и так далее. Услышат ли нас? Это вы сегодня обсуждали на аппаратном совещании. Что еще было принято? Возможно, сейчас произойдет ряд проверок по учебным заведениям. Расскажите. Ну, уже начались ряд проверок, и да, действительно, сегодня... Или смысл этих проверок? Просто объясните. Я не знаю. Ну, знаете, для того, чтобы, наверное, себе сказать, а вот я их сделал, я не знаю. Ну, вот в лагере «Виктория» тоже была проверка 23 июля. Ну, здесь речь идет не о проверке МЧС, да, а речь идет о проверке именно внутренних, вот коммунальных служб, которые там отвечают. Вот скажите сейчас, как депутат городского совета, представитель власти родителям, десяткам тысяч родителей, которые волнуются каждый день за своих детей, отправляя их в дошкольное и школьное учреждение. Как они могут быть уверены, что лично они могут сделать для того, чтобы спокойно там работать, да, весь этот день, пока ребенок находится где в этом? Да, сегодня было сделано заявление о том, что тоже одним из моих коллег, что родители могут принимать участие в проверке школ. И я надеюсь, что... Каким образом? Какой механизм? Я и пока не знаю механизма. Нету его. Нету его. Вот знаете, я сегодня увидела, мэр города Днепропетровска выложил, уже дал распоряжение конкретно. Вот там были конкретные действия. Этот делает этот, этот делает этот, этот делает этот. На фоне нашей трагедии. Но в севере, к слову, то же самое. У нас нет еще официального распоряжения. Сейчас вернемся обязательно к этому вопросу. Дадим слово нашему корреспонденту. Ксения Терзи находится на телефонной связи. Сегодня вносили приговор подсудимым по делу 2 мая. Что известно, узнаем прямо сейчас. Ксюша, тебе слово, пожалуйста. Спасибо, студия. Прямо сейчас я нахожусь в Ильичевском отделении суда. Это в городе Черноморске. Буквально несколько секунд назад оправдали всех подсудимых по делу 2 мая. Судьи посчитали, что все доказательства прокуратуры были притянуты за уши. И все это делали прокуратура, то есть предвзято отнеслась ко всем активистам и ко всем подсудимым по делу 2 мая. Поэтому судьи абсолютно все доказательства, абсолютно все они не приняли во внимание. И сейчас очень много полиции находится возле суда. Дежурит скорая помощь, дежурит машина пожарной. Также активисты собираются под заданием суда. Я обязательно буду вас держать в курсе. Селия, скажи, пожалуйста, как много там активистов сейчас на месте находится, как много людей, которым, скажем, небезразличен сход судебного заседания? Активистов около до 100 человек. Просто сейчас то, что я вижу, это очень до 100 человек. Возможно, кто-то еще сейчас подъедет или кто-то находится немного дальше от суда. Но я могу точно сказать, что очень много полиции и управления Насгвардией. И также я забыла сказать о том, что подсудимых выпустили прямо в зале суда. Со всех пятерых сняли наручники. Да, будем ждать от тебя информации. Ксюша, спасибо большое. Ксения Атерзи, с города Черноморск, по делу суда 2 мая. Ну вот такое совпадение ли? Еще одна немыслимая трагедия для нашего города. И вот пример того, как, в общем-то, заканчиваются и судебные тяжбы в том числе. Никто не виноват. Ну, к сожалению, к сожалению, к сожалению. И руки... Может быть, тогда вот нет смысла прям так сильно сосредотачиваться на том, кто виноват, а сосредоточиться на том, что сделать, чтобы этого не происходило. Возвращаясь к теме родителей, которые, если мы не можем доверять, так сложилось. Мы живем в такой стране и в таких условиях, имеем таких чиновников, мы имеем, к сожалению, таких представителей исполнительной власти, которым доверять очень сложно. Что делать людям? Ну, мой коллега уже вот сейчас, уже с представителем ГИМЧС провел в своих школах на своем округе и там в детском садике уже проверку. Уже есть достоверная информация у него, что там происходит. То есть я в ближайшие дни это тоже сделаю. Мы сегодня призвали всех депутатов это сделать совместно с родителями, представителем, дирекцией. То есть никого, никто не обвиняет. Нужно как бы смотреть и смотреть, что происходит. Но я здесь повторю, что вопрос-то не только в садиках. Больницы, социальные учреждения. А на самом деле, давайте подумаем, что дадут эти проверки. Предположим, пусть хотя бы половина любых заведений, которые будут проверены, будут соответствовать. Что делать с другой половиной, которые будут не соответствовать? Ну, будет срочно предпринимать какие-то меры. Ну, какие-то меры, конкретные меры. А какие на эти меры есть средства? Вот как вы выделили? Ну, сегодня, Геннадий Леонидович, вот я где-то смотрела выступление буквально сейчас, что уже выделены средства, уже просто еще пока публично это нигде не... Уже назначены проверки всех коммунальных учреждений. И непонятно, пока о какой сумме идет речь. Пока непонятно ничего. Ну, я понимаю, сейчас и шок, и, знаете, и непонятная ситуация. И опять же повторюсь, что мне кажется, что в этой ситуации нужно было просто признать свои ошибки. Никто же не говорит, что ни у кого их не может быть. И понятно, что нельзя объять необъятное. И я соглашусь с тем, что многие из тех чиновников, которые им там озвучивают, нельзя там каждый гвоздь проверить, каждый, но нужно признавать ошибки. Ну, по-простому, да, по-человечески, не жадничать. Да, можно не жадничать. Можно что-то, ну, давайте прямо говорить, что-то взять себе, не без этого, увы, но сделать так, чтобы, ну, по крайней мере, спать потом спокойно. Вот в этом главный вопрос. Но если уже так произошло, очень жаль, что ценой этих ошибок стали три жизни девочек. Это просто самое страшное. Но если уже так произошло, то я думаю, что самое, ну, на мой взгляд, как бы я поступила, это субъективное мое, может быть, женское, эмоциональное. Нужно признать, да, были ошибки, да. Где-то мы не досмотрели, где-то кто-то не успел подписать, где-то что-то, ну, всякое бывает. Послушайте, действительно, город огромный, действительно есть халатные отношения и так далее. Но нужно признать это и вот исправлять, а не доказывать уже двое суток, что у нас другая информация, у нас все хорошо. То есть вот это беспокоит. То есть никто же не обвиняет, что это там виновата Синаида Николаевна, или виноват там Геннадий Леонидович, или еще кто-то. Просто есть ситуация, ее нужно признать и идти дальше. Мы видим, как это все происходит дальше. Мы уже видели такие слабые попытки, ну, слабые, потому что они, наверное, в этих реалиях не могли увенчаться успехов. Кто-то там разбивал палатку, кто-то подмахивал каким-то флажком. Видим уже открытые конфликты мэра с другими представителями бизнеса, пока не будем еще называть. Я надеюсь, что у нас будут какие-то там комментарии официальные. Я говорю о политике. На самом-то деле без этого никак. Понятно, что все переводят в политику. Все переводят. Но, опять же, может быть, посмотреть на эти вещи просто со стороны тех родителей, которые там будут в ближайшие дни хранить этих детей. Вы в это верите, что это возможно? Я верю, что это возможно. Другой вопрос, кто хочет вот этого, именно такого развития событий? У кого есть эта воля? Ну, давайте назовем это все-таки политической волей, не использовать в этом инциденте политику. Кто должен и обязан это пресечь? У нас на уровне города должен это сделать Геннадий Леонидович, на мой взгляд. Опять же, я не в иерархии. На уровне страны... Насколько сегодня он находится в зоне риска? Насколько сегодня он, скажем так, обезврежен? Насколько он сегодня находится в очень слабом, шатком положении, когда его можно взять, условно говоря, и вынести вот так вот из здания городского? Эта ситуация, конечно, не то, что не самая лучшая, это ситуация самая плохая, которую можно было представить сейчас в данной ситуации. Я не знаю, насколько. Я в политике в два года. Или все-таки справиться с этим не первый раз? Я не знаю. Я не знаю. По-вашему, что это за жест, и как вы себе его объясняете? Глава городского департамента образования и науки Елена Леонидовича уходит в отставку по собственному желанию. Что это значит? Это значит, что человек отдает себе отчет в том, что произошло. Это, опять же, на мой взгляд. Это значит, что человек понимает свою ответственность в этом. Хотя, как по мне, опять же, ее ответственность очень опосредована. То есть ту работу, которую проводила она с точки зрения руководителя департамента образования, она была на высшем уровне. И мне кажется, что здесь, в этой ситуации, не она должна была подать в отставку. Это пример, по-вашему? Да. Мне кажется, что это сильный. А кто, вот еще, назовите несколько фамилий, кто, по-вашему, должен подать в отставку? Ну, Зинаида Николаевна Цверенько. Хотя бы на время проведения следственных действий, потому что тогда, возможно, будут объективные какие-то директор департамента капитального строительства, который, собственно, подбирал подрядчиков, который подписывал акты, который... Борис Панов. Панов, да. На мой взгляд, это все-таки должен быть в вице... Собачины, 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 Собачины. А, собственно, прошлой зимой лагерь не работал и вводили его, грубо говоря, в сезон в этом году. Это понятно... А кто же будет тогда работать? Вот сейчас все коллективно будут вот такими не совестными и уйдут в отставку. Ну, послушайте, ну, о чем мы говорим? Ну, есть же... У каждого есть куча замов. Я же не говорю уйти в отставку, я говорю отстранить на время проведения следственной работы. Еще дадим слово телезрителю. У нас телефонный звонок. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, издевайте вопрос. Это поселок Котовского. Татьяна Григорьевна. Здравствуйте. Значит, у меня такое вот... Это мое личное мнение. Я знаю, что этот лагерь Виктории принадлежит Труханову, нашему мэру. Значит, во всем, что случилось в лагере, должен внести ответственность нас мэр. Он этот лагерь принимал, Порошенко вызывал, он открывали вместе. И то, что сделалось в лагере, это все виновен только наш мэр. Слышали ваше мнение, Татьяна. Спасибо за звонок. Ну вот, телезрители видят Надя Труханова ответственно. По большому счету, он отвечает за все, что происходит в городе. Тем более, это действительно был объект его гордости. И он... И я радовалась, что у нас такой объект есть. Не буду этого скрывать. И все, наверное, все, кто там причастен был к этому, радовали, что мы единственный город в Украине, у которого есть муниципальный лагерь подобного класса и уровня. Но тем не менее... Успеваем принять еще один телефонный звонок. Здравствуйте, пожалуйста. Да, пожалуйста. Алло, добрый день. Да, здравствуйте. Меня зовут Карина. Я, конечно, в шоке от того, что произошло. И мое мнение, категорически виноват однозначно наш мэр. И после такой трагедии я считаю, что он должен уйти в отставку, иметь совесть, честь и уйти в отставку. Потому что при его попустительстве происходят такие вещи, как разорвывание средств на противопожарную сигнализацию. При его попустительстве происходят вот такие вот неприятные вещи. Я очень волнуюсь, но я просто в шоке. Я считаю, что он должен уйти в отставку. Да, ваше мнение понятно. И не спаливать на кого-то другого, понимаете? Потому что погибли дети, это не просто халатность. Это очень серьезный вопрос. Карина, спасибо вам большое за звонок. И ваше волнение вполне очевидно и понятно. Все эти вопросы задним вашему коллеге. Илья Катнарович появится в студии. Спасибо вам, что были с нами. Лилия Леонидова, депутат Одесского городского света, была у нас в гостях. Небольшая пауза и продолжим. Дождитесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова